Вы смотрите новости и мы продолжаем. Стартап Булашак Менен Арманем. В Петропавловске проходит конкурс проектов молодых бизнесменов. Участвовать могут даже школьники. Главное условие – предпринимательская жилка и креативный подход. Бизнес-состязание состоит из пяти этапов. Те, кто пройдет все из них, получат денежные гранты. Миллион за третье место, два за второе, а победитель станет обладателем четырех миллионов тенге. Все подробности прямо сейчас. С начала лекции, а теперь ребята составляют бизнес-планы и готовятся показать их наставникам. Ученица 11 класса Лаура Бикожина оформила свою идею. Хочет в родной присновке открыть центр для школьников «Едукей» – ключ к знаниям. Работать там будут педагоги и психологи. Я хочу дать молодому поколению мотивацию, понять, кто они в этой жизни. И не только к этому, чтобы они забыли слово, что такое бояться. И бояться говорить свое мнение. И также бояться Инте. Внимательно выслушают и подскажут. С ребятами работает 8 менторов. Это уже опытные бизнесмены. Такой хочет стать и студенткой Юлия Свистунова. Девушка выбрала сферу туризма. Планирует создать интересный маршрут для путешествия по самым красивым местам нашего края. У нас много озер, допустим, каких-то вот сопок, лесных массивов. Можно заинтересовать людей этим, что исследования можно там проводить, можно отдыхать, просто, допустим, как турбаза какая-то сделать. Зимой можно, допустим, сделать какой-то горнолыжный там курорт. Я бы предложил такой момент. То есть сделать это в электронном виде раз. Мало того, что это, допустим, какие-то описываются достопримечательности, да, то есть это можно вообще охватить весь Казахстан. Нету платформы такой сейчас, по сути, это вот ниша пустая. И плюс через эти платформы, чтобы можно было сразу заказывать и бронировать места, допустим, где можно снять. То есть когда подробно вот это будет все, где покушать, да, то есть как покушать и так далее, так далее. Когда вот это все полностью будет, схема известна, но это будет очень популярно. Участвовать могут молодые люди от 16 до 35 лет. Заявки подали больше 400 североказахстанцев. Завтра они проведут презентации проектов. Конкурс состоит из пяти этапов. Сейчас организаторы объезжают все регионы страны, чтобы найти интересные идеи и новые подходы. Тех, кто пройдет дальше, ждет бизнес-лагерь и развитие своего дела. С четвертьфинала мы уже будем поощрять ребят, да, финансовыми грантами небольшими, да, для их проекта, но для тех, кто именно, кто начнут, да, двигаться. То есть на каждом этапе там будут требования, к какому этапу, да, как они должны быть готовы. То есть, главное говоря, к лету, к июлю ребята уже должны быть с прототипами, с первыми продажами, да, то есть уже все готово должно быть к масштабированию. В регионах нужно развивать стартап-культуру, говорят организаторы конкурса. К участию планируют привлечь около пяти тысяч юных бизнесменов со всей страны. Кстати, о них снимают реалити-шоу. В мае его покажут в эфире канала Хабар. Александра Солмина, Диль Нуржанов, Новости МТРК.